Кому-то кажется лишним в церкви житие Марии Египетской, кому-то церковно-славянский язык, кому-то церковный устав. Сейчас вообще стало модно махать на многое в церковной жизни и с пренебрежением так говорить. Это всё лишнее, человеческое, наносное. Ничего-то раньше не было. Давайте и мы выбросим всё это и вернёмся к евангельской простоте. Но простота, которая обычно нас призывает на деле оказываться, просто нежеланием потрудиться, что-то понимать, в чём-то разбираться и вообще думать головой. Современный человек готов потреблять, но не готов трудиться. И легко прячет за красивыми словами обычную лень и своё невежество. На самом деле ни язык, ни непонятное кому-то жития, ни устав не мешает понимать церковную жизнь, богослужения, таинства, а наше обычное невежество и обычная лень. Помню, как-то раз после службы мы шли с сыном моих друзей Егором, который занимается на секции карате. Причём хорошо занимается, постоянно выигрывает разные соревнования, а ещё с удовольствием учится в воскресной школе. Мы шли и разговаривали о том, чем церковная жизнь отличается от обычной. И пришли к тому, что главное отличие – это любовь. В обычной жизни норма поведения – ну там не навредить другому, вежливым, на ногу не наступить, не хамить, на шею у других не ездить. А в церкви такие отношения – это даже не начало, так, подготовительная группа. В христианстве в мире существует только одна норма общения между людьми – это любовь. В церкви мы учимся у Христа, открывшего нам такую великую жертвенную любовь, перед которой преклонились небеса, не просто быть вежливыми, но любить, сострадать и жалеть даже самих наших врагов, которых в обычной жизни мы смешиваем с грязью и топчем. Когда Егор понял, какие удивительные горизонты открывает ему жизнь в церкви, он улыбнулся и сказал, что прямо высшая лига получается. И вправду христианство, деятельно-сострадательная любовь, которую принес нам Христос – это высшая форма человеческих отношений. И если приступая к какому-то земному искусству, чтобы в нем разбираться, понимать, наслаждаться, и мы готовы на многие труды и заботы, то тем более это необходимо в познании искусства жизни вечной. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok